Сахарин Энерджи В Московском Международном Доме Музыки прошла торжественная церемония вручения наград HR Brand 2011. Это независимая ежегодная премия за наиболее успешную работу над репутацией компании как работодателя. Среди 50 финалистов в номинации «Регион» победу одержала Сахарин Энерджи. Одна из немногих наград компании, отношение к которой имеет практически каждый сотрудник компании и члены их семей. Потому что награда вручена за благотворительную программу «Спешите делать добро». Программа существует с 2003 года. За это время в программе регулярно принимают участие более 40% сотрудников компании различными способами. Либо просто сдают средства, либо принимают участие в благотворительных акциях, либо сами становятся дезморозами, снегурочками, скоморохами и навещают больных детей, либо приносят подарки пожилым, одиноким людям. Каждый восьмой сотрудник Сахарин Энерджи – постоянный участник программы благотворительных инициатив. К примеру, в прошлом году было собрано более миллиона рублей. Компания удвоила сумму. На эти деньги закуплено медицинское оборудование для детской областной больницы, спортивное для детского дома в селе Ныш, оказано помощь пожилым людям. Не удивляйтесь моему внешнему виду. Таковы требования безопасности и суровой сахалинской погоды. Мы в акватории порта Пригородная. Здесь пройдет знаковое событие – отгрузка 200-й партии нефти японским покупателям. В этом году 9 лет, как погибшего губернатора Фархудинова предали земле, и 8, как танкер в его честь, спустили на воду. За это время 100-тысячник не раз обогнул землю, но цель его плавания всегда берет Пригородного. Совпадение или везение – знаковые события в работе порта связаны с этим судном. Очень, кстати, важно отметить, что этот же танкер грузил и первую партию, и сотую партию, и сейчас двухсотую партию. Правильно встать под погрузку огромной махине помогают малыши – свицер-корсаков и свицер-бусы. Причальное устройство внешне напоминает башенный кран. На вершине – швартовый стол с рукавом для отгрузки нефти и швартовыми тросами. Лоцман – якорь швартовки, но от палубной команды и экипажей буксиров зависит успех ювелирной операции. В хорошую погоду швартовка длится час-полтора. Телевидение позволяет ускорить этот процесс. Финальный момент швартовки. Надо подсоединить нефтеналивной рукав к танкеру. Он тяжелый, один наконечник весит примерно 5 тонн. Швартовка окончена. Пора загружать танкер нефтью. Вот оно, то самое черное золото. Это нефть. Она низкосернистая. С высоким содержанием легких и среднелегких углеводородных фракций. Пахнет бензином. Из которых получают и тот самый бензин, и дизельное топливо, и сырье для нефтехимии. Попробую налить. Покупателями нашей сахалинской нефти являются нефтеперерабатывающие и энергетические компании восьми стран мира. Таких баночек в танкер поместится 240 миллионов. Погрузка и отшвартовка займут еще где-то 16 часов. Подобные операции в пригороде выполняют раз в 5 дней. На юбилейную, как и положено, слетелись гости. Настолько редкие, что пришлось замедлить ход. Один из орланов оказался белоплечем, красногнежным. Красавец, да? Велокрылые здесь не часто бывают. МЧС предупреждает, выходить на лед край не опасно. Рыбанка на льду – это очень опасно. Нельзя рисковать своей жизнью напрасно. Со льдом не шути на реке или море. И будь осторожен, чтоб не было горя. Для зимних забав, для коньков и хоккея катки есть надежные. Там веселее. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно. Редактор субтитров А.Семкин